Когда мы первый раз встретились, мы же видели Создателя. Вот мы с Игорем Арябьем это всё проходили. Когда мы встретили Создателя, в первый раз он сказал, «Ну, вы же видите, я же тоже человек, только нахожусь в другом пространстве». То есть он это подчеркнул. «Я тоже человек». То есть это сразу и ответ на ваш вопрос, какой был первый образ. Первый образ, который был у Создателя по поводу нас, это был образ человека. То есть он создавал свою копию, свой образ и своё подобие. Другое дело, что нам надо пройти от нашего образа человека, к подобию с Богом. Это путь. Это путь развития. Я тоже, когда учился у отца, у школы Создателя, тоже вместе с Игорем Арябьем, мы сидели за одной партой. Потом преподавал уроки, потом я всё-таки пытался как-то, ну, какими-то хитрыми путями выведать эти все тайны. И я спрашивал отца, «Отец, а скажи, что было до того, как был мир?» Ну, мне казалось, я такой вопрос задал. Отец ответил, «Ты был сын мой возлюбленный». Я думаю, сейчас ещё что-нибудь хитрее выдумаю. Я говорю, «А что было до того, как я был?» Он ответил, «А до того, вот как только ты произносишь это последнее до, оказывается, это уже последнее до, обратите внимание, то есть до может быть много, а вот это до последнее, так ты снова оказываешься в плену времени». Это очень глубокий ответ. Вот отец, он всегда так в одном предложении может такую космогонию развернуть. Но это присуще только Создателю. Он говорит именно таким языком. Все объемлющим. То есть в нём столько смыслов сразу. И надо думать. Ведь до есть в музыкальной грамматике. До одной октавы, до другой октавы, до третьей октавы. Но оказывается, есть и последнее до. Вот как только ты произносишь это последнее до, ты снова оказываешься в плену времени. Время. Мы находимся в какой реальности? В реальности пространства времени. А куда идём? Вечную жизнь. Разница. Как только это до произносишь, ты снова в пространстве времени. То есть как только перестаёшь ассоциировать себя с нашим зимным эквивалентом, если можно так сказать, ты в пространстве в пространстве вечности не можешь себя от этого эквивалента отстегнуть. Всё, ты в пространстве времени. Вот такой вот ответ. Ну, думать надо, всем надо думать, потому что, ещё раз говорю, там всегда, всегда в том, что говорит Отец, столько смыслов. мы их сразу не можем. Мы их раскрываем только по мере того, как развиваемся сами. вот наше развитие позволяет нам как бы вот слой за слоем снимать внешнюю реальность, чтобы прийти к глубинному смыслу. То есть есть внешняя реальность восприятия, а есть глубинный смысл истины, то, с чего всё начиналось. И вот его сразу так не увидишь. Это как шелуха у луковицы. Вот снимаешь слой за слоем пока раз и к начальному зёрнышку. Но это огромный процесс нашей личностной, духовной работы, обретения нами знания, разума. Ведь нас ведут к разумности. Мы ещё не очень разумны, потому что мы в себе не изжили животную компоненту, которая здесь на Земле, с которой здесь на Земле всё начиналось. Мы минералами были, растениями, животными. И вот мы проходим все эти стадии развития, земного развития. Но как духи мы вечны. Мы всегда были. Этой Земли ещё не было. И никаких минералов на ней не было, никаких растений. А мы уже были как духи. Духи пришли сюда. И начали свой путь развития к полноте своего выражения, к образу человека, которым, ещё раз подчёркиваю, является и Бог. Бог тоже человек. И Он это говорит. И Он это подчёркивает. Что очень важно, чтобы мы это понимали. Он же просто так ничего не говорит. Он сказал слово. И думайте. Потому что простых слов у Создателя нет. Что очень важно. Корректор А. swiss. Н 것처럼 ты русский.